МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С нами сегодня группа Блюз Докторс. И его главный, этой группы, Владимир Демьянов. Здравствуйте. Здравствуй, Владимир. Владимир, расскажи, пожалуйста, кто же такие Блюз Докторс и как они появились? Блюз Докторс – это три джентльмена из Екатеринбурга. Мы играем в блюз, блюз-рок. Почему мы называем свою группу Блюз Докторс? Наша цель, чтобы на концертах атмосфера, которая мы создаем, помогала нашим слушателям чувствовать себя лучше, и лечила их душевные и сердечные болезни. Ты хорошо. Как появилась наша группа? Это на самом деле длинный путь. Мне было 16 лет, и я участвовал в различных школьных мероприятиях, отнюдь не в социальной направленности. Знаете, все, что бывает в школе. Вот однажды я пришел домой, и мой отец смотрел кассету с выступлением Герри Мор, ирландский блюзовый гитарист. Я когда увидел, как он играет на гитаре, и услышал эту музыку, и подумал, да, черт возьми, вот я хочу точно так же. Я не знал, как это делается, я не понимал, как этого добиться. У меня очень горячее желание до сих пор есть играть эту музыку. И я пришел к друзьям, сказал, все, я больше не участвую в ваших антисоциальных мероприятиях, а теперь я буду блюзовым гитаристом. Все сказали, ха-ха, дружок, это вообще что? Я сказал, точно не знаю, мне вам понравится. То есть и пошел заниматься на гитаре, на классическом причем. Потом стал играть на электрогитаре, и решили мы уже с парнями создать группу, вот, и стали играть вот эту музыку. То есть сначала это звучало не очень круто, потом все лучше, лучше и лучше. Мы много работали, и мы до сих пор много работаем с парнями. То есть на базе, на реперационной себя, и на концертах, и просто над собой. То есть так что, в общем, путь этот длинный, но очень интересно. Самое главное, что до сих пор нравится играть, путешествовать, и делать музыку. Точно так же, как это нравилось, скажем, мне сейчас 37 лет, точно так же, как это нравилось мне в 18, мне в 20. Мне приятно, что это так, мне нравится это делать. А в «Блюз Докторс» это изначально уже было трио, или у вас было больше? Ох, у нас состав менялся очень мощно. Изначально это было трио. Потом мы однажды взяли джентльмена по имени Александр, для того, чтобы он исполнял партии губной гармоники. Ну как же, в «Блюз Докторс» губной гармоники не бывает. Вот, Александр пытался, пытался, потом однажды пришел к нам на репетицию и сказал, парни, этот эксперимент не для меня. Вот, у нас были пары, на клавишах играли несколько музыкантов, они сейчас работают в Москве. Вот, собственно говоря, ну все-таки мы пришли к трио, потому что, скажем, вы знаете, когда играешь в группе, это же не только веселое путешествие и отличные концерты, это еще сложнейшие взаимоотношения между участниками коллектива, а также бизнес. Вот, и сейчас мы играем втроем, это наш состав следующий. Я играю на гитаре и пою. За барабаном у нас Максим Плетнев, самый молодой участник нашего коллектива, самый прекрасный и удивительный. На бас-гитаре играет Вова Аппаницын, очень хороший бас-гитарист. Мы друзья, и вот вся наша компания, собственно, и занимается вот этим блюзовым делом. Вот. Также у нас есть замечательный человек, который является нашим саундменом, звукорежиссером, одновременно директором группы, когда надо водителей, когда надо папой, мамой для всех. В общем, это тоже наш друг Константин Плотский, обязательно на четвером все работают. Вот. Если нам нужно, мы приглашаем музыкантов, потому что блюз-музыка, в нашей стране ее не играют все подряд, она не является тем самым стилем, который показывают по телевизору каждый день. По радио, правда, есть некоторые очень хорошие программы, нужно послушать. Но, тем не менее, у нее есть своя аудитория, есть свой слушатель, это 100%. Вот. А поэтому мы пришли к выводу, что вместо того, чтобы уговаривать людей играть эту музыку, она же простая, на первый взгляд, кажется музыкантом скучной. Да, то есть мы будем приглашать человека, с которым интересно сотрудничать. Вот, например, один из таких вот моментов на нашем альбоме, который мы выпустили буквально в декабре, на декабре сами сделали альбом, называется «Copy Mountain Blues», «Блюз Медной горы» и «Витнес-Урала». Партия органов исполняет Алексей Баяльницов. Кстати, он живет здесь недалеко, он живет в городе Рыбинск, он играет в группе «Диметрикс Пэнд», они играют в джаз, джаз-рок, и Леша прекрасно играет на клавишах, мы его попросили бы участвовать в нашем мероприятии, он записал партии, прислал нам по интернету, мы пришли в студию, послушали, все окей, и оставили. Скажите, пожалуйста, в какой момент у вас появилась потребность писать свои песни? Или у вас изначально было, что вы тут хотите? Мы всегда хотели, мы всегда хотели, но иногда у нас было так, что мы на репетиции запишем, послушаем, это давно-давно, и думаем, да что-то вообще, это что-то, конечно, то, чего еще мир не слышал, мне не надо, наверное, вот. Потом стало получаться получше, и некоторые из композиции можно даже слушать. Мы очень любим играть наши песни, которые мы с оченьими исполнами сами, и потому что они наши, что только это то, что мы сделали, то, что мы прожили, это важно, вот, на самом деле. То есть, это потребность у каждого музыканта есть, я считаю. А как это происходит? Вы вместе пишите или вы соль на этапе занимаетесь? Ну, у нас это происходит по-разному. На самом деле, есть высокотехнологичные моменты, когда, например, я дома, например, сделал какую-то композицию на компьютере сейчас, любой может сделать музыку на компьютере, даже я записываю инструменты, там что-то придумываю, посылаю парня, парни, давайте посмотрим на репетиции вот это. Приходим, обсуждаем, что и как, иногда это все меняется до невызумываемости. Но такие вот вещи редко. Обычно мы собираемся на базе, жимуем, записываем это все, слушаем, вот это было хорошо. И наоборот, сразу начинаем работать, и буквально, если все удачно, если хороший день, ну, психологически, буквально бам, ты уходишь за петицию, у тебя готова петь. Ну, это не всегда так получается. Восстановление такая штука. А не было желания, может, стиль поменять, или уйти от блюза? Ну, на самом деле, мне нравится много музыки. Соул-музыка, фан-музыка. Я люблю хард-рок. Мне очень нравится находиться на хорошем хард-рок-концерте. Я люблю джаз, ну, с человеческим лицом. Мне очень нравится классическая музыка, классическая гитара, в особенности. Вообще любая гитарная музыка, очень люблю слушать. Но хорошо и гармонично я себя чувствую, когда играю с парнями, мы играем блюз, блюз, роп. Вот это вот мне нравится. То есть это не потому, что выбор этого стиля, не потому, что это модно, не потому, что на этом можно заработать. Там миллионы, ну, конечно, это не так. Просто мне это нравится делать физически. Просто нравится играть, сочинять. Я всегда хотел играть в блюзовых группе с самого начала, поэтому зачем себя мучить? Вот, и, собственно, вот так. Хорошо. Хотел еще вас, читал информацию. На вашей странице у вас очень часто появляется информация, что вы делаете в Екатеринбурге у себя. Программу «Блюзовая среда». Ну, я посмотрел, вы это сами, да, играете? Или тоже кого-то зовете на… Блюзовая среда – это как раз вот такое вот, скажем, движение, которое вы сделали в городе, для того, чтобы в городе звучало, вот в нашем городе, в Екатеринбурге звучала блюзовая музыка. Совместно с музыкальным клубом «Дом Течаке», это один из лучших клубов в нашей стране, на самом деле, концертных, мы договорились о вот таких вот мероприятиях. Два раза в месяц мы выступаем там. Иногда мы выступаем сами, ну, с какой-то тематической программой, но чаще мы приглашаем своих друзей из разных городов и из разных стран бывает такое. Иногда приглашаем наших парней из джазового мира Екатеринбургского, ну, чтобы мы все общались, потому что музыка – это общение, и это очень-очень важно. Вот именно поэтому мы и делаем это движение. Очень хорошо, что приходят люди, их становится больше, мы очень рады. Там красивый клуб, вот если будет у вас случай, как-нибудь, друзья, заглядывайте к нам на огонек, следите за афишей, там очень-очень-очень-очень хорошо бывает. И еще хотел вас спросить как раз про, как вы познакомились с Даниилом Крамером. У вас, можно сказать, у вас вообще в разное направление. То есть вы играете блюз, а он джаз. Сейчас мне немножко так вот слова подводят, потому что очень много разных историй с этим связаны. А мы познакомились в 2008 году, когда у нас в городе фитлакмонии решили провести фестиваль блюзовой музыки. Тогда еще в филармонии не знали, что это такое, как это бывает громко. Но тем не менее опыт был успешным. И как раз Даниил Борисович выстрелил человеком, который и, собственно, сделал так, что вот фестиваль произошел. То есть он достоял на том, что это нужно проводить, что это нужно попробовать. И нас пригласили с парнями пойдем поучаствовать. Вот, это был сильный опыт, потому что музыкально, как для группы, у нас это был такой вот момент, как будто ты снова пошел в школу, потому что мы были такой клубной группой, вот такой, который не берет пленников и пинает всем по мягким местам своим роком, очень громко причем. А тут мы оказались в ситуации, когда ты выступаешь в академическом зале, и надо сделать все точно так же, только аккуратно, красиво, и вот как-то на другом уровне, что ли. И вот Даниил Борисович тогда как раз нам очень много хороших вещей и сказал, да, он классический музыкант, да, у него свой собственный, такой яркий стиль, и, конечно, он не из мира, безусловно, но он очень талантливый педагог, потрясающий музыкант, и человек с очень большим концертным опытом, мне кажется, пренебрегает такими советами, и такими уроками жизненными, это в меньшей мере глупо. И вот он нам тогда очень много интересного рассказал, сообщил, кстати, о нашем музыкальном развитии, и что нужно сделать, чтобы вырасти. Еще хотел вас узнать, как вы находитесь, как вы находитесь вообще иностранных артистов, таких интересных? Ну, кого-то, например, мы находим в интернете с кем-то, встречали себя на фестивалях, либо в нашей стране, либо за границей, да. То есть, вот. А если вернуться, извиняюсь, я вот еще к тому вопросу, да. То есть, благодаря Данилу Борисовичу, да, то есть, многие вещи происходят, как в джазовом мире Москвы, да, так и в нашей всей стране вообще, да. Вот. И я очень рад, что вот мы сегодня здесь, вместе с ним и с Робертом, да, оказались, и надеюсь, что людям концерт понравится, вот. А про иностранных артистов, вот еще, да, я уже сказал, что мы встречаемся на фестивалях, да, друг с другом общаемся. Где-то мы просто, в интернете ты находишь интересного музыканта, пишешь ему привет-привет, есть ли желание приехать к нам, если да, то какие условия, мы там договариваемся и осуществляем этот момент. Вот. То есть, вот так. Как правило, вот, те же Джейси Смит, например, да, но его увозит очень известный тоже концертный продюсер, Евгений Ковышев, очень уважаемый на нашей стране опытный, он нам просто написал, парни, вот у меня есть, я привожу артиста, очень хотел бы с вами посотрудничать по этому вопросу, естественно, мы договорились, и вот очень-очень-очень хороший опыт получили, вот тут работа с Джейси Смит, здорово тоже, конечно, вот у него есть вот эта вот энергия, причем такая старая школа, да, ты слушаешь, здорово. То же самое, например, можно сказать, Болф Мэйл, да, или вот приезжал музыкант, который, ну, скажем, он из Италии, да, его зовут Пауло Гамфанти, он сочиняет свою песню, I hate the capitalist sister, говорит Пауло. Вот, очень такой видений мужчина, но в то же время это прекрасный гитарист, мы с ним познакомились в прошлом году в Европе фестивале, и решили его пригласить, нам очень понравилось, просто это человеческий, да, очень качественный, мы послушали его музыку, посмотрели его выступление, и решили это сделать. А как артисты сами реагируют, что вот, и зовете их в Россию? Во-первых, всем очень интересно, потому что побывать в России для многих это челлендж, и это первое, потому что им там все пишут, друзья, там, там, береги себя, дружок, и ты просто не представляешь, куда ты едешь, а когда он приезжает, на самом деле, люди, что здесь нормальные города, то есть люди, люди достаточно расслабленные, собственно говоря, тут можно многое, что нельзя, скажем так, загрязнение в России, вот, нормальная страна, нормальное оборудование, нормальный музыкант, то есть они просто видят это своими глазами, и все. Мне кажется, если человек нормальный, он будет нормальным в любой точке мира. Не ждем. Абсолютно. Вот, и давайте еще снова вернемся к программе с Даниилом Крамером, я хотел вас знать, а как составляется программа, то есть вы вместе с Даниилом, или Даниил подбирает музыканты, или вы все это вместе? Как мы это сделали в этот раз? Дело в том, что Роберт, Морбиори, да, он путешествует по всему миру, играет блюз, и через собственную композицию у него есть группа, Морбиус, он выступает с ним в Европе, в Америке, он выступает с разными музыкантами. И у него всегда есть сет-лист, который он отсылает группам, которые будут сопровождать его в поездке по той или иной стране. Вот, если он не понимает музыкантов, да, вот, ну, мы попросили у него сет-лист, он нам прислал, плюс несколько новых песен, мы с парнями поработали, выучили это, и потом согласовали все это, с Даниилом Борисовичем, и все. А уже перед туром, да, мы встретились для репетиции, и на репетиции уже проставили все точки, кто и что делает, у кого какая в этом сцене, что важно, и вперед. Вот, то есть, дело в том, что музыка, вот как джаз, да, и блюз, это живая импровизационная музыка, и если ты в ней хорошо ориентируешься, и для тебя не составляет проблемы приготовиться к концерту. Другой момент, что когда музыкант присылает свои авторские песни, к ним нужно отнестись, да, очень душой по ним, это, выучить, текст это понятно, да, выучить просто, вот, о чем эта песня, да, сделать так, чтобы она игралась, она шла, иногда, конечно же, анжировки меняются, ну, в силу тех или иных причин, да, музыкальных, чаще всего, да, или там по составу, потому что, не везде, у нас, например, нет духовой секции, в некоторых песнях она подразумевается, естественно, мы такие номера не включили в программу, потому что, не просто, нечем нам заменить, вот такая штука, ну, чтобы, своя музыка, оригинальная музыка у артиста, в этом стиле, она очень приветствуется, потому что, это не просто, что ты там, полчаса, вот так, ну, почему пол, два часа подряд, да, 10 тысяч километров в шаху, это тоже классно, и это действительно хорошо, но, программа должна быть разнообразной, я считаю, что, вот, у нас достаточно неплохо получилось, я получаю удовольствие, вот, когда мы играем на сцене, действительно получаю, удовольствие от того, что происходит, вот, а свои песни вы включаете тоже? Здесь будет больше песен, которые написал Роберто, да, в этот раз акцент на нем, и, ну, это не просто что-то понятно, да, то есть, а соль на вас можно ожидать, то есть? Соль на концерт, я думаю, что да, дело в том, что, мы планируем несколько поездок, у нас случился, неожиданный коллапс, мы взяли с собой компакт-диски, наши, ну, да, в Капы Маунтен Брилос, наш альбом, и так получилось, что взяли мы его малоладо, поэтому мы просто обязаны, друзья, снова приехать и привезти им свою пластинку. Хорошо. У нас все его раскупили, мы после второго концерта, мы оказались в таком положении, что просто смотрели друг на друга, и пытались узнать, кто посоветовал, сделать их мало, так мало, зачем, потому что, когда мы заказывали, нам казалось, что мы просто вообще, там приедем, еще привезем половину обратно, но тут оказалось совсем не так, так что, вот такие дела. То есть, в России очень интересуются? В России, я не скажу, что это, знаете, повальные, через одного интерес, но у блюза, у джаза всегда есть, бывает, я надеюсь, будет своя аудитория. У нас в стране много отличных музыкантов, вот если, например, говорить о гитарном блюзе, да, у нас в этом плане много всего интересного, и причем, я сейчас вот назову несколько имен, но я просто о некоторых людях не в курсе, они тоже могут играть потрясающе, например, Юрий Новгородский из Москвы, обратите внимание на этого музыканта, группа Backstage, Михаил Кистанов, прекраснейший блюзрок-музыкант из Москвы, тоже здорово, группа Folkline, отличные парни, 2 человека, они сидят и играют акустический блюз так, что там даже, если они будут играть просто для стульев, эти стулья будут прыгать, вот, Jumping Cats, который, и Владимир Русинов, который организует постоянно концерты в Москве с очень интересными музыкантами, с актуальными звездами, современного блюза, да, в наши дни, и все это, достаточно доступно для жителей Вологды, потому что это не из Екатеринбурга 2000 километров ехать, а тут всего 500 между вами, и отличные концерты. Конечно, Сергей Воронов, Женя Ламбо из Санкт-Петербурга, потрясающий музыкант, и это вот только несколько имен, у нас очень много блюзовых музыкантов, исполнителей, нагубной гармоники, потрясающий есть, вокалисты, фронтмен, но очень много музыкантов, и это хорошо, я считаю. А как тогда, вот вы работаете с иностранными артистами, как они относятся к блюзу России, то есть к вам, как они реагируют? А что тут такого? Ну, они говорят, у, ребята, да, вы клево, или... Вот что скажу. Дело в том, что на самом деле нормально абсолютно, если люди профессионально справляются с тем, что нужно, если они в теме, если они понимают, то тут все, никаких проблем нет. Например, скажем, если говорить, если я так на вопрос о национализме в музыке, или то, что там человек из России не может играть блюз, да, или это все равно как негра заставить играть на балалайке, ну, если вы так думаете, это ваше право, конечно, тут я... Ну, это ваше право, и вам жить с такими мыслями, то есть все. На самом деле, музыка, она для всех... Вот, тот же, например, не будем далеко ходить, вот, например, человек по имени Грис Деуарт, замечательный гитарист из Техаса, да, из Техаса, ладихасский брус, очень круто. Он в полный раз записывается с японскими парнями, с япони, и звучит это отлично, но, конечно же, понимаю, что наверняка есть такие люди, которые услышат эту пластинку и даже не разглядывая информацию, они скажут, «А, я чувствую, что тут кто-то с узкими глазами на бас-гитаре». Ну, что же это за ее? Музыка, она для всех, во всем мире, я считаю, так. Ну, это мое мнение. Ну, и у нас есть свой уже классический вопрос, что вы пожелаете ребятам, или посоветуйте, которые только-только начинают и, может, хотят добиться ваших, на данный момент, ваших высот? наших высот. Ну, нужно больше добиться, потому что нам тоже есть над чем работать и очень много. я бы пожелал всем, кто начинает играть на гитаре, на гитариста, ну, я сам гитарист, поэтому, вот это и вообще музыкантам, да, относитесь к этому серьезно и понять, что если вы это любите, если вам это нравится, то не ленитесь, занимайтесь, найдите хорошего преподавателя, обязательно, это очень важно. Слушайте музыку, любите музыку себя и людей, хотя это иногда сложно, но это важно. Самое главное быть людьми и если бы музыка у вас внутри появилась, не отпускать, если вы хотите ей, конечно, заниматься. Я так считаю. Вот этого хотел бы пожелать. Ну, здоровья, понятно, и, конечно же, любви, много денег, становиться миллионерами всем скорее. Ну, если кто-то из молодых гитаристов уже миллионер, то, конечно, не надо становиться миллионером обратно. Миллиардер, это тоже неплохо. В общем, вот так. Самое главное быть людьми. в первую очередь и не любиться. Спасибо вам, Владимир, большое. Спасибо вам. Вам большого творческого роста. Ждем вас в следующий раз. Уже, особенно с музыкой вашей, потому что у нас дефицит на это. с удовольствием, с удовольствием будет очень интересно. Сегодня будет акцентрический концерт. Мы любим разные фестивали. Кстати, вот тоже будем совсем летом мы будем играть на фестивале Total Science создали. хороший фестиваль тоже недалеко же здесь. Так что будет шанс приезжайте. Будем играть как раз свою музыку и все будет круто. И возможно приедем к вам в блогу с удовольствием. Тем более у нас есть тут друзья и знакомые. И много достаточно. Хорошо. Спасибо вам большое, парни. Спасибо.